Всем привет! Сегодня пойдет речь об объективе TT Artisans 35-1.4 для Fuji. Как и все аналогичные китайские объективы, можно купить для Canon EF-M, Sony, Micro, то есть все беззеркальные камеры с неполнокадровым сенсором. Я вам этот объектив покажу на тушке Fujifilm X-E4. Самая свежая камера Fujifilm в марте 2021 вышла, и мне вот временно попало на обзор, поэтому покажу вам, как выглядит с этой маленькой камерой маленький объектив, но мануальный, так, сразу же предупреждаю. Смотрите, интересная крышечка, сразу говорю, откручивается вот таким вот образом, не клипса, там еще как-то, а именно вкручивается крышечка. Диаметр для фильтров 39 мм, маленький, нестандартный, ну и весь объектив маленький, компактный и тоже нестандартный. И на этой тушке балансируется отлично, то есть маленькая камера, маленький объектив. Мне очень нравится этим, ну, в принципе, кроп-система и вот такие мануальные объективы, потому что полнокадровый 35-1.4, это будет больше и тяжелее, чем вот это все вместе взятое. Ну, грамм 800 он будет весить, ну, если вторая версия, допустим, каноновские. А это все маленькое, и у этого объектива, забегая наперед, сразу скажу, картинка мне очень понравилась. Он действительно очень-очень прикольный. Давайте посмотрим, что там было в коробке, то есть какая поставка, насколько все по-богатому или не по-богатому. Ну, в общем, поролонка, клеенка и какая-то инструкция, какая-то инструкция с QR-кодом, о чем здесь в инструкции говорится. А, в инструкции вас предупреждают, ну, тут на японском, но я просто вижу само меню, предупреждают, что для того, чтобы снимать с мануальной оптикой, вам нужно залезть, сейчас мы туда вместе с вами залезем, во всех FUJI она находится в одном месте, настройки кнопок дисков, гаечный ключ, настройка кнопок дисков, снимать без объектива в клы. Если этого не будет, кнопка затвора не будет работать. То есть, ну, нужно для работы с мануальной оптикой. Давайте глянем на этот объектив вблизи. Металлический байонет, весь он металлический, то есть он так, ну, ощущается в руке, не супер тяжелый, но чувствуешь вещь. Кольца, смотрите, кольцо фокусировки очень плавно ходит, при этом двигается передний элемент. Кольцо диафрагмы необычно находится у переднего элемента, то есть обычно снизу, тут, ну, ближе к байонету, к основанию, то в данном случае ближе к фильтрам. Приятно, что переключение происходит с щелчками, то есть есть деление, потому что у многих объективов, аналогичных, на которые я уже делал обзор, ну, у меня это были Seven Artisans, то есть это компания TT Artisan, немножечко, но единственное число и TT. Их логотип выглядит, ну, как TT, так он и выглядит, это другая компания. Я могу сказать по опыту, что оптически он круче, чем Seven Artisans, которые даже стоили дороже. То есть мне вообще их прислали на обзор, но я посмотрел стоимость, сколько стоит, я удивился, 70 с чем-то, до 80 долларов за это стекло. Вот просто берите и не думайте. Мой отзыв, еще до того, как я вам показал фотки, так, знаете, на честном слове. Потому что у него очень приятная бокашка. Вот бокашка, как у Seven Artisans, у меня был 35, 1,2, но он был откровенно мягкий, мыльный, ну, если закрыть лучше, но он оптически был слаб. Хотя мне бокашка очень нравилась, и до сих пор нравится. Но этот объектив, он круче, потому что у него есть эта бокашка, но при этом он еще и резкий. То есть его резкость меня очень приятно удивила. Давайте его... А, подождите, прежде чем мы его оденем на камеру, я вам покажу еще, что здесь 9 лепестков диафрагмы. То есть если вы начинаете закрывать диафрагму и снимать с бокашечкой, допустим, на 2,8, там на 4, то ваша бокашечка не становится от этого принципиально хуже. приятный момент, что здесь очень много лепестков диафрагмы. Так вот, поснимав на этот объектив, я убедился, что он оптически хорош. Но, естественно, на 1,4 он мягче, чем если вы начнете прикрывать диафрагму. Но даже на 1,4 неплохая резкость. Но, понимаете, вот 7 Artisans, который у меня был, у меня были 2. 1,2 и 0,95. Так вот, они... Не, 0,95 он неплохой, но вот до этого не дотягивает. При том, что тот стоит 300 долларов. Вот этот, если вы снимаете на, допустим, на 5,6, на 8, он бритвенно резкий по всему полю кадра. Это просто пушка. Ну, типа, знаете, как полтинники, там простые Canon 1,8. Кстати, можно сравнить как вариант. Это резкий объектив на закрытых, при том, что на 1,4 очень мягенькая бокашечка. Вот такая пушистенькая. Вот как автофокусные объективы, современные, они не дают такой бокашки. Вот я себя, кстати, снимаю в полнокадровом режиме на Tamron 24-70 2,8. Там, по-моему, около 60 мм фокусная и, по-моему, кстати, 2,8. Так вот, этот кропнутый объектив, ну, здесь 1,4, дает более крутую бокашку. Ну, и по степени размытия, и по эффекту, который вы видите. Ну, у них абсолютно разное назначение, потому что это мануальный объектив. Репортаж вы с ним не познимаете, в отличие от Tamron. Нет автофокуса, но фокусируется он довольно плавно, комфортно, потому что, например, 7-art essence, который у меня был, 35-0,95, попадание в фокус там было, это просто мука, это ад. Это было, ну, вообще нереально. То есть, дело не просто даже диафрагме 0,95, которая просто сумасшедшая, а, не знаю, в оптических качествах, в каких-то таких особенностях. И, кстати, насчет того объектива еще хотел рассказать интересные особенности. Я пообщался с Аркадием Шиповалом, который провел свои исследования на эту тему, и выяснил, что вот тот 35-0,95 китайцы сделали хитро. Они взяли полтинничек 1,4 и спидбустер. И, таким образом, вы действительно там получаете 35-0,95 за счет спидбустера. Но оптическая схема, это, грубо говоря, это полтинник и еще одно стекло, которое собирает этот пучок на кроп-матрис. Но, кстати, тот объектив, он практически покрывает полный кадр. Я на Fuji это не мог проверить, но на Nikon и на Sony там умельцы проверяли, то есть, тот 35-0,95 даже на полный кадр можно одеть. Этот объектив оптически круче. Вот чем крутость. Притом, 0,95 и 1,4 разница, конечно, есть. То есть, 0,95 на кропе, я его сравнивал, он где-то как полтинник 1,2 на полном кадре. То есть, очень даже не слабо. Вот это по степени размытия будет как полтинник 2,0 на полном кадре. То есть, ну, размытие все равно присутствует, и оно приятное. То есть, если вы рассматриваете на Fuji какой-то объектив дополнения к китовому, ну, замены к китовому ни в коем случае не будет, потому что это мануальный фокус, это фикс. Но как дополнение очень круто. То есть, я вот хочу себе оставить, мне очень понравилось, причем мне его прислали вместе с 51,2. Вот, ну, он побольше, но все равно просто у меня есть полтинник Canon 51,2. Это совсем другие габариты. И вот у нас TT Artisans 51,2. На него я сделаю отдельный обзор. Это стекло того стоит. И он, ну, он еще круче, чем 35. Я даже не смотрел, сколько он стоит, но тоже каких-то смешных денег. И то, что он дает, это значительно больше, чем то, что он стоит. То есть, если вы хотите что-то такое вау-вау с крутой бокашкой, вот оно. Тоже здесь вот так накручивается передняя крышечка. Сегодня мы говорим о 35-очке, которая легенькая. Она мне напоминает, вот опять же у меня был Seven Artisans 35 1,2. Вот он по габаритам был сопоставим с этим, но он был оптически слабее. И, кстати, TT Artisans до этого были знамениты полнокадровыми светосильными фиксами. А тут они начали выпускать и для кропа. И, кстати, оба эти объектива были выпущены в 2020 году. Потому что некоторые товарищи пишут, да, мануальный можно и гелиос какой-то купить. Но я вам скажу, гелиосы, конечно, хороши по-своему. Можно их сюда тоже одеть, будет прикольно. Но эти объективы круче. Они дороже, хотя они всегда намного дороже, но лучше они и по конструктиву, и по картинке, по работе в котровом свете, ну, по всему. Хотя, ну, от гелиосов я бы тоже не отказывался для таких целей. Но вот эти китайцы, ну, вот если хочется какой-то творческой фотографии, я бы смотрел бы не на Fuji Nona, там, 35 1,4, который, по моему мнению, довольно скучный, а на что-то вроде вот такого объектива. Ну, мануальный фокус, но эта бокашечка, она просто сказочная. Я, кстати, нашел применение этому делу. То есть почему еще хочу себе оставить? Потому что, ну, понимаете, мануальный объектив 35-ка, это хорошо общая накропа, это как полтинник на полном кадре. То есть если вы, мне вот часто спрашивают, а вот если снимать в помещении, чтобы не было тесно? Вот, вот с этим в помещении и бокашка будет, и не будет тесно. На улице лучше вот полтинничек, потому что еще больше размытия фона. Но портреты в помещении я не так часто делаю. То есть это чисто любительская техника, я на коммерческий заказ не буду брать мануальную оптику, но у меня есть такой вот девайс Zepan Micro 2. Все никак не сделаю на него обзор. Это моторизированный слайдер. То есть эта штука сама по себе ездит, здесь есть батарейка, даже могу сейчас показать, как это происходит. Вы нажимаете на кнопочку, и он начинает очень с постоянной скоростью, очень плавно делать движение. И мне понравилось пользоваться этой штукой для двух задач. На стримах, то есть можно задать, чтобы она постоянно туда-сюда каталась, без моего участия на автомате. Хотя можно еще таймлапсы на ней снимать. Знаете, уже почти обзор делаю. Но в контексте вот этого стекла просто хочу сказать, почему вот эта вот связка мне понравилась. Потому что это можно прицепить вот сюда, выставить фокус, допустим, на 1.4, ну, чтобы была бокашечка классная. И вы ставите в ряд какую-то лобуду, но вот, допустим, в данном случае лобуда, это 27.2.8. Знаете, кроме компактности, у этого объектива ничего нет, но компактный. Ставите, допустим, два объектива, я сейчас покажу, как это выглядит в кадре. Настраиваете вот эту всю, вот эту лобуду и начинаете кататься туда-сюда. И такой эффект, я обычно такие штуки с рук снимал, допустим, с матричным стабом или с оптическим, но с вот этой штуковиной эффект другой. Ну, она стоит денег, но она вам дает абсолютно ровное, плавное, стабильное движение, которое вы не добьетесь при съемке с рук. И это классно, вот, знаете, такая предметная съемка, студийная. И для этой задачи мануальная оптика не проблема, потому что я буду двигаться в одной плоскости. И окей. То есть, это из серии мануальный фокус для киноделов. Ну, вот, вот он. Или наоборот, можно сделать другой эффект. Наоборот, поставить движение вперед-назад, чтобы объектив, допустим, был не в фокусе и плавненько-плавненько к нему подъехать. Ну, проще это делать сначала сфокусироваться, а потом от него отъехать назад и получить эффект, ну, короче, вы это увидите. И получить эффект попадания в фокус не за счет фокусировки на объективе, а за счет передвижения камеры. И это выглядит по-другому. Это выглядит нестандартно, потому что таким заморачиваются немногие и нечасто. И для такой вот креативной предметной съемки, ну, мне для моих обзоров в этом есть смысл, потому что, ну, вот что вам что-нибудь интересненько показать, ну, как-то нестандартно и прикольно. Вот такая штука, RGB свет, здесь свет, ну, как-то разнообразить картинку. И для таких целей, вот такие фиксы, да, они очень прикольно годятся. То есть, допустим, у меня есть полотенечек 50 1.2 Canon, который тоже прикольно снимает, но дело в том, что на кропе он на 1.2 мыльноватый, на полном кадре там еще туда-сюда, но на кропе он конкретно мыльный на 1.2 и просто хочется чего-то другого. Я не говорю, что, ну, допустим, это лучше, хуже, чем тот полотенек, но оно просто другое. И самый кайф этой оптики, что она маленькая, то есть, вы получаете дырки 1.4, 1.2, снимаете где хотите, но при этом весом, ну, про этот мы потом поговорим, но вес этого объектива, я, наверное, напишу на экране, ну, грамм 150, то есть, вообще ни о чем. То есть, для путешествий у меня вот человек спрашивал, а какой бы ты себе объектив взял бы, вот как стандартный, я даже не могу ответить, потому что новичку я бы посоветовал однозначно, допустим, на полный кадр 2.4-105, а на кроп, кит, ну, на фудже, это 18-55, 2.8-4, вот это просто must have, как первый объектив. Но это чтобы я посоветовал, а чтобы я себе взял, как первый объектив на кроп, то есть, для любительских задач. И, кстати, на X-T20 я именно и начинал вот с такого же объектива. Вот такой бы я бы брал, потому что, если хочется чего-то необычного, если тебе не хочется просто, ну, уныло-резкой картинки, которую дают вот типа такие фуджиноны, а хочется чего-то такого воздушного, хотя закроет диафрагму, он будет резким, то вот такой вот объектив. Первоначально я думал, да, очередные какие-то светосильные мыль, ну, как мыльные. Не понимаете, даже вот те 7 Artisans, несмотря на свою мыльность, 35-1, на 2, допустим, все равно у него был свой рисунок, все равно он прикольный. То есть я по-прежнему вспоминаю, у меня на заставке на планшет стоит бокашка с того объектива. Там все вообще не в фокусе, чисто бокашка, потому что она прикольная. То здесь есть и бокашка, и резкость. Я вам покажу фотографии, сделанные на этот объектив. Приятно, что у него еще и высокий контраст, хотя он даже без бленда идет, но это контрастный объектив, что также доставляет. Не, ну, знаете, в низкоконтрастной оптике тоже есть свой прикол. Она вся хорошая по-своему. То есть, например, опять же, я делаю уже который раз отсылку, но похожий просто. Seven Artisans 35 1.2, он на открытый был низкоконтрастным. Когда его закроешь, то он был контрастным. Он был какой-то такой вот. Но этот, короче, вот этот, мне кажется, еще более контрастный, чем тот. И я вам покажу, короче, фотографии, посмотрим, как они выглядят. Давайте посмотрим на резкость. Может быть, я перехвалил этот объектив. Сейчас вот сделал тест, как раз подсветил эту штуку специально. И смотрите, в объективе мануальная диафрагма, контактов с тушкой нет, поэтому я буду ориентироваться на выдержку. Но я шел по делениям. То есть, вот это у нас 1А4 сейчас на открытый. Как видите, винетирование есть, оно ощутимо. Естественно, профиля под этот объектив нет. Фокусировался я вот на этом ремешке, но на одном уровне вот с этой передней панелью. То есть, то, что лежит здесь, оно сзади находится и дальше от нас, это уже не совсем в гриппе находится. То есть, будем ориентироваться на ремешок. На 1А2 можно видеть, что текстура не сильно читается. Это уже на 200% я смотрю. Извините, 1А4. Когда мы закрываем до 2, то резкости добавляется, но сам по себе объект такой не сильно контрастный. Давайте посмотрим винетирование. Видите, отступает. Вот, когда мы начинаем закрывать. И когда до 2,8 закрываем, еще больше винетирование отступает. Но оно еще есть. Хотя, на 2,8 оно уже мало ощутимо. То есть, вот мы видим, что F4 уже не сильно влияет. То есть, я вижу наибольший скачок по качеству на 2,8. Давайте же посмотрим на резкость. Еще раз. 1А4, 2, 2, потом 2,8. Вот, с 2 на 2,8 очень хороший скачок. Вот я вижу, как текстура меняется с 2 на 2,8. То есть, 1,2 и F2, они очень похожи. По винетированию есть разница, по резкости не сильно. Но, когда вы снимаете что-то крупным планом, я не замечал вот этого нюанса. Но, начиная с 2,8, причем я смотрю край изображения, то есть, это у нас не центр. в общем, правая сторона кадра, то на 2,8 уже резкость приятная. Если мы закроем его до F4, у нас уже и гриппа хватает на задний план. Ну, тут, сейчас дальше посмотрим. но F4 уже очень хорошо. Ну, оно и на 2,8 очень хорошо. F4, F5,6 вот уже начинает звенеть картинка. Причем, на 5,6 гриппа нам хватает и на то, что лежит сзади. И я вижу, что резкость уже приличная. Но это не совсем гриппи. И теперь F8, момент истины. На F8 резкость уже очень крутая. Я на этот объектив делал склейки панорам, я вам покажу позже. И детализация просто отличная. То есть, если вам хочется резкости, закрывайте на F8 и он просто бритва. И, ну, просто вот предыдущий объектив Seven Artisans 35,1,2 на F8 оно ему не помогало. То есть, закрывай, не закрывай. Перегар у меня был 12 мм. Ему F8 тоже не помогало. Что меня радует в этом? Знаете, для меня он синонимичный по цене, потому что это дешевый китайский объектив. Но, хотите, он может быть с бокашкой, а хотите, он может быть резким. То есть, закрытие ему помогает. Это приятно. И я ради интереса сравнил, у меня есть Yangnuo 50,1,8. То есть, это копия Кэнона и он вообще-то, по идее, очень резкий. Но, но надо учесть, что у меня через переходник Фринджер автофокуса нет. и он как-то очень криво передает диафрагму, потому что самая открытая там 2,8. Я не знаю, 2,8 он имеет в виду 1,8 или 2,8. Не знаю. Мне кажется, что это 1,8, просто цифры сбиты. Так вот, на кропе я убедился, что он, ну, печалька и мыло. То есть, этот объектив на 1,4 был лучше, чем Yangnuo 1,8. То есть, вот Yangnuo по краям какой-то, ну, какой-то неинтересный. Если его начинать закрывать, вот, Ф4, наверное, это 2,8. Я предполагаю, ну, тоже, ну, То есть, вот, по центру видна резкость. Опять же, глубина резкости, то, что сзади лежит, оно не совсем в фокусе. То есть, я, опять же, на ремешок ориентировался. Да, но не лучше. Дальше у нас, смотрите, 5,6, наверное, она же 4. Если закрыть до 8, наверное, 5,6, то он тоже очень резкий. Ну, этот объектив, он действительно очень резкий и даже на кропе. Но его для этого нужно закрыть. Вот. Видно, что резкость уже даже вот здесь, где грипп не совсем такой. Ну, короче, очень резкий, если закрыть. Но дело в том, что на открытой, как по мне, сейчас еще раз откроем на открытой. Смотрите, длинная выдержка, это у нас закрытая диафрагма. Вот у нас открытая диафрагма ради интереса. У объективов разные, фокусные расстояния, поэтому различная крупность. И, в общем-то, и там, и там на открытой не видно прям звенящей резкости, тем более полглавной. Мне кажется, что Янгно хуже, чем вот этот китайец на открытой. Ну, оба китайца, но Янгно хуже картинка, еще и хроматика добавилась. Еще хотел показать пример бокашки. То есть, фотография, конечно, не сильно осмысленна, но вот эта вот маслянистость мне очень нравится. То есть, вот Sigma Art, вот это вообще не дано. Да, оптически они крутые, но у них нет такого приятного рисунка, как у объектива, там, не помню, сколько он там, 80 долларов или сколько стоит. Вот, и такое, знаете, есть эффект закругления, как у гелиусов. Вот, ну, здесь чуть-чуть оно так читается. И, кстати, я ради интереса попробовал сделать эту фотографию на телефон, потому что есть некоторые товарищи, которые рассказывают, что телефон и так развито, что можно снимать, как на камеры. И вот бокашка у телефона программная, она всегда спотыкается вот о такие штуки, где у вас есть какие-то отверстия, где объект не монолитный, и там получается полнейший троша. Ну, это так, лишь частный пример. Здесь я вам хочу показать тест на резкость, еще один. Это снято на F8, и, как видите, с резкостью все очень прилично по всему полю кадра. То есть не только по центру, но и по краям. Ну, по центру, мне кажется, чуть-чуть малую, но чуть-чуть лучше. Эта фотка была на 5,6, и, в общем-то, она тоже очень-очень хорошая по детализации. И эта же фотография, вот смотрите, это же место, теперь вне фокуса, и мы видим, что здесь винетирование края затемняется, то есть оно здесь ощутимое, и некоторый эффект закругления, опять же, как на гелиусах. И мне вот такая абстрактная картинка даже нравится, может, на рабочий стол поставлю, не знаю, но вот прикольная такая, прикольный рисунок вышел. Еще один тест на резкость. Мне нравится вот ощущение от этого объектива, то есть, ну, по-моему, вот это не совсем в фокусе, но, в общем-то, он снимает приятно, потому что вот этот Perger 12 мм, ну, это просто трэш, то есть, не могу рекомендовать, совсем он печальный. У этого объектива ситуация значительно лучше, и не помню, какая здесь диафрагма, но, как видите, на переднем плане фокус, да, вот здесь у нас расфокус, там, где фокус есть, с детализацией, вообще никаких проблем нет, но при приближении вижу эти макароны, фузовские, но это надо в Capture One открывать. Ну, не суть важна, то есть, вы поняли, о чем я говорю. Еще хочу вам показать, как я использовал этот объектив, я сделал на него несколько панорам, причем, вот это самое навороченное, потому что она двухрядная, здесь, вон, 12 изображений, вы видите, как оно склеивается, сейчас я ускорю этот процесс и покажу вам результат. Вот вы видите склеенную панораму, ну, я уже говорил, здесь много фотографий сделано в один ряд, даже не хочется, то есть, я могу вытянуть тени, но я их не хочу прям так сильно вытягивать, хочу просто сделать, ну, динамический диапазон так вытянуть побольше, вот, и, допустим, потом это все кропнет, просто сейчас я вам покажу, какую детализацию, разрешение можно выжать из кропа, ну, для пейзажной фотографии, причем, это было снято с рук, то есть, вот просто провел камеры, сделал серию кадров и получил, сейчас кнопочку и нажмем, сколько тут, 11906 на 8391, я получил почти 100 мегапикселей на своем кропе, потому что я сшил много фоточек на китайский объектив, и вот такая у нас резкость, то есть, можно печатать куда угодно, сколько угодно эту радость, ну, здесь, естественно, на f8 я снимал, резкость просто отменная, и получил, то есть, здесь перспектива, как бы, 50 мм, 35 мм на кропе, но при этом я стоял довольно близко к этому всему, то есть, охват изображения здесь, например, как 12 мм на кропе, ну, то есть, имитация среднего формата, но на кропе, вот такая тема, но об этом нужно делать отдельное видео, просто показываю, что это снято на этот объектив, и что веточки у нас все пририсованы, и все у нас четенько, а, и делаю я это в лайтруме, в принципе, вам сейчас показываю, потому что в Capture One нельзя клеить панорамы, нельзя клеить HDR, то есть, все равно, как бы, ну, для некоторых задач одна программа, для других задач другая программа. Как-то отдельно выводы, наверное, нет смысла делать, потому что я их уже сделал. Мое мнение, берите и не парьтесь, за эти деньги, слушайте, это вообще не деньги за объектив, на тему того, что на Fujifilm дорогая оптика, ну, родная, да, дорогая, и зачастую бессмысленно дорогая, то вот это, ну, на любой кроп, короче, я рекомендую. А на этом все. Субтитры создавал DimaTorzok